приветствую всех на канале рад вас видеть надеюсь у меня тоже сегодня у нас будет обзор на игру the finals на xbox серии ss данная игра доступна в бета-версии на все платформы в том числе на xbox это новая королевская битва новый конкурент фортнайта ему подобных игр заценим что же это такой за проект the finals насколько хорошо она играется как хорошо она выглядит и в целом стоит ли ожидать вообще полноценную версию этой игры поехали весит данная игра 12 гигабайт начинаем перед началом данного выпуска попрошу тебя мой подписчик подписаться на мой канал если еще не подписан а также не забывай писать комментарии по двоими роликами это поддержка моего канала которая дает не мотивации дает не вдохновение дело для вас еще больше контента не забывай ставить лайки и подписываться на мои социальные сети ссылочка на дискорд сервер и телеграм-канал в описании поехали весит данная игра 12 гибать доступно бесплатно магазине microsoft store так же как и фортнайт доступно бесплатно это уже сразу глобальное преимущество для людей которые не любят платить поехали в целом хочу сказать сразу многого не ожидаю все-таки бета-версия еще многое стоит доработать но сам концепт заценим мы сегодня и посмотрим что же это такая за игра новая новая фортнайт который выходит на иксбоксе на другие платформы сразу нас встречает такой вот няшные меню персонаж наш костюме панды с пулеметом да вот такой вот необычное сочетание да вот задел такой под фортой скажу сразу давайте для начала посмотрим что у нас есть настроечка settings русского пока у нас нету языком поле зрения поменял на соточку поставил видео здесь больше ничего нет у нас есть 60 кадров full джи в принципе неплохая оптимизация когда онлайн шутера поменял только сделал ножка тише громко давайте даже еще наверное сделаю чтобы нам ничего не мешало это вот так поставим и заценим сейчас саму игру концепт в принципе тоже что любой королевской битве падать своей командой и рубите со всеми подряд собирая какие-то деньги параллельно так очень много элементам кастомизации я уже заметил давайте покажу вам вот у нас есть панда такой костюме сразу его приобрел кстати приобретение происходит за внутренние валюта которые вам сразу дают не сразу или 10000 этих монет из-за них я уже себе купил костюмчик различные скинчики вот на пушки на пистолеты там на пулеметы да вот пожалуйста брелочки то есть принципе плане кастомизации уже прикольно такие вот няшные розовые костюмы каждый для себя найдет что-то неинтересно такие вот куртки то есть целом прикольно прикольно кастомизация окей заценили есть какой-то battle pass боевой пропуск пожалуйста сразу сделали battle pass еще игра не вышло уже хотят battle pass да ну ладно ничего страшного какие-то лиги equipment это наши наши вооружения наши какие-то скинчики окей лиги поехали давайте сразу play у нас доступен быстрый матч и турниры и какая-то практика практика так понимаю это какие-то тренировочные режимы эти сразу быстрый матч не будем тянуть бенкет бенкет и квик матч окей это сингл матч 3 на 3 а 3 лучше за 4 команды по три человека окей понятно а тут не ограниченное количество респауном получается здесь так и здесь не ограниченное количество в чем фишка на тетра вот этот зачем quick cash быстрый кэш а потом банки и проверим чем же она отличается я ну круто что появляются новые новые игры в жанре королевская битва принципе жанр очень популярный в целом независимо от страны независимо от предпочтений до игроков из королевская битва это тот режим который последний патент популярны посмотрите тот же пап фортнайт варзона ты все играет в королевский битвы apix все любят королевские битвы и круто что создаются новые проекты в этом жанре новые какие-то интересные взгляды на этот на эту на этот тип игры это прикольно это прикольно что есть разнообразие такой от разнообразную наш команду из трех человек такой большой здоровяк с пулеметом и с автоматом один человек и один типа так поймать а медик при все это типа классный персонал так вот у нас такое эпичное начало врываемся с двух ног в эту игру посмотрим картинка у нас более такая найти реалистичная хоть и вроде бы такой знаете мультяшные до сеттинг мультяшная какая-то вот мультяшный подход персонажем скинчики какие-то такое что-то но графика в целом и сама сама окружающая среда она сделана реалистично реалистично прикольно реализованы здания там освещение в целом вот мы находимся на крыше до какого-то здания что-то квадрате разобьем что-то за бочки такие у это какая-то пена ё-моё какая-то пена ладно так напомню еще раз у нас дерутся между собой четыре команды по три человека у каждого разные какие-то классы и разные умения и специализация мы играем же за пулеметчика такого большого крепкого парня который имеет такой больше брони больше хп и он может кстати покажу вам сейчас разрушать стены нажимаете вот умение и он просто на всем своем пути как носорог пробивает все стены зарушать здание это прикольно на самом деле реализации такая вот особенность интересно что делают другие классы нужно будет также это все заценить и разобраться так бежим 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 к нашим первую точку какую-то захватывать такси комодна разбивать прикольно картинка реально классные первое впечатление неплохо неплохо не скажу что прям идеальное управление есть минимальная какой-то input lag задержка ну надеюсь это все пофиксится до момента когда выйдет релизная версия игры пока что есть конечно вопросики есть вопросики в целом так что там и такое достали это денежки с этими деньгами делать я не знаю пускай наш берет а их по ходу нужно забрать и куда-то отнести на базу в банке так понимаю да ну тогда понятно кто больше денег заработает или всех убьет как варзоне да то есть как варзоне прикольно так давайте побежим сюда ух можно подпрыгивать пожалуйста вот такие прыжки никакого тихо первый противник да ну как я тебя не убил брат да не гоните чувак убил мы получили ассист то что я говорю как бы стрельба реально вроде прикольная прикольно да анимация в целом озвучка реально круто сделано но не хватает от этой отзывчивости управления которые есть ford найти в других подобных шутерах той же call of duty да то есть нужно еще поработать хорошенько над оптимизацией и убрать этот импул а пинтут лав который мешает все-таки хорошо стрелять в этой игре так движемся дальше она нужна вот раз таки шау то есть мы должны собрать бабки сюда отнести на свою базу понятно и по пути сражаться с другими противниками ну неплохо неплохо все у нас есть 15 минут на катку неплохая первое впечатление неплохо то есть я многого в принципе не ожидал да как бы бета-версия но посмотрите на это освещение на картинку такой яркий знаете насыщенный динамичный геймплей целом добавляет свою какую-то изюминку хочется в нее играть прям реально хочется играть игрушка сделано действительно достойно прям посмотрим посмотрим как она будет отличаться в релизной версии много или изменит много или добавят но хочется все-таки сказать разработчикам чтобы они сделали упор на оптимизацию этого проекта пушу сеттинг прям и картинка прям реально впечатляет красиво сделано вопросов 0 задумка с разными классами это прямо прикольно добавляет своего разнообразия так пожалуйста еще очень сильно мне понравилось разрушаемость разрушаемое здание в этом проекте это действительно сделано круто и мне прям нравится посмотрите какую-то сделано освещение вот пробили нам стену да вот так круто дым такая вот пыль от разрушения реально круто сделано мы тоже можем свою очередь разрушать какие-то здания так этот забор не за так понимаю а вот это можно то есть не все здания разрушается не стоит этот забор видите нельзя было разрушить но стены в целом здании можно разрушать и что-то продемонстрирую вам хочу показать просто свое основное умение этого персонажа он как носорог просто вот пожалуйста разбивает все на своем пути и сносит стены данном случае снесли окно ну ладно прикольно реально прикольно так что дальше где все противники давайте врезом наверх может не бегать на крыше нет никому не вижу где же они в себе это элементы паркура здесь присутствует знаете чем не напоминают эти крыши да с разноцветными разукрашенными элементами мир усачь кто играл симулятор паркура тот наверное поймет о чем я имею ввиду там тоже были такие вот крыши такой современный сайтинг но на крышах были разноцветные там красные желтые такие элементы которые разбавляли серые серые окружающие вот пейзажи так что у нас здесь движемся дальше прикольно это элементы с этим этого паркура с тросом этим реально ты прыгаешь на трос и прям перемещаешься очень быстро прям динамично получается перемещение по карте так одежь противники видите немножко похоже на апекс немножко похоже на фортнайт ты в целом игрушка взяла многое чего как бы от других подобных проектов надеюсь что возьму только самое лучшее а самое главное сделать оптимизацию ребят самый главный оптимизация пошел какой бы хороший проект так сверху по нам стреляют какой бы хороший проект не был если не будет оптимизации в него просто не смогут поиграть нормально люди и его заценить поэтому в первую очередь оптимизация так получай хорош моего убить опять ассист что ли опять ассист у нас забрали кину ничего страшного но прикольно реально прикольно первые части не реально интересно немножко сыровато как как по мне да то есть ты вроде бегаешь собираешься деньги как бы карта или слишком большая карта для такого количества персонажей можно было сделать и побольше игроков здесь да побольше команд или же уменьшить эту карту или сделать вариацию до там вот больше карта больше игроков или меньше карта меньше игроков здесь пока ощущается что слишком много игроков на такую большую карту вот у меня первое впечатление да карта прикольно прикольно сделано как бы из различные маршруты можно двигаться по крыше можно двигаться по земле можно и поль таки от прыгучие штуки да подпрыгивать вверх сокращая тем самым дистанцию перемещения в целом прикольно сделано но опять таки вопросик сделайте какое-то разнообразие геймплей какие-то фишки которые можно будет поднимать бегая по карте которые там не знаю какие-то дополнительные оружие возможно какие-то умения которые можно будет поднимать щиты там какие-то дату что-то вот надо придумать ребят нужно этим поработать для того чтобы игра была такой знаете насыщенно насыщенно геймплеем и не было скучного просто перетаскивание денег вот это вот и парочки каких-то перестрелок вот пока вот ощущение такое то есть картинка классная добавьте оптимизацию добавьте разнообразие в геймплей и в целом получите охраненный проект получать есть мы его убили мы убили неплохо так окей неплохо я думаю в принципе понятно ребят что такое за проект the finals хороший хороший старт на самом деле хороший задел посмотрим все таки доведут ли они ее до ума сделает ли хорошую оптимизацию это хороший вопрос ребят это реально хороший вопрос но в целом меня позитивные конечно впечатление я думал честно говоря будет хуже все-таки бетка все-таки не знаю что-то меня было в такой знаете скептическое отношение но неплохо реально неплохо сделано оптимизация первый вопрос второй насыщенность геймплея чтобы сделать чтобы игра добавила разнообразие все-таки процесс игры получаю блюдо давай боли не хватило немножко разнообразие добавить хорошую оптимизацию и и принципе будет неплохо неплохой проект я думаю все всем кому понравился данный ролик ставьте лайки пишите комментарии так не забывайте подписываться на мои социальные сети ссылочка на дискорд сервер и телеграм-канал в описании до новых встреч всем пока